Глава Карачева Черкесии посетил с рабочей поездкой Прикубанский район Республики. Рашид Тимрезов оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском, встретился с жителями района, провел двустороннюю встречу с руководителем муниципального образования. Подробности у Артура Мкце. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском площадью около 2500 квадратных метров вышло на финишную прямую. По словам подрядчиков, работы по возведению спортивного сооружения в Прикубанском районе выполнены на 90%. Осталось провести некоторые коммуникации и добавить косметики. После сдачи объекта в эксплуатацию есть уверенность, что эти помещения пустовать точно не будут. Я думаю, будут люди радоваться такому объекту. Я сам с аула и все мечтают, чтобы у них были такие спортзалы. Все удобства для людей это все делается. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Тимризов начал рабочую поездку по Прикубанскому району именно с этого спортивного объекта. Сдача комплекса планируется в середине лета. К тому времени должны быть учтены и качественно выполнены все проектные задумки. Руководитель региона обошел здание, осмотрел места для будущих занятий различными видами спорта. Дал некоторые рекомендации строителям, чтобы к их работе потом не было никаких нареканий. Предполагается, что здесь можно будет заниматься игровыми и индивидуальными дисциплинами, а также повышением общей физической подготовки с помощью тренажеров. Это один из трех таких крупных объектов. Один из них располагается в Эрк-Нь-Шахаре, другой в Рубском районе. А этот, видите, здесь, в Прикубанском поселке Чапаевске. Стоит ли нам ждать еще подобных объектов в целом по развитию массовой области? Конечно, у нас планируется ряд крупных и менее крупных объектов на территории. В этом году только у нас планируется к вводу всего 15 объектов. Глава региона также дал поручение в следующем году приступить к капитальному ремонту школы в Чапаевском на 700 мест, которая находится недалеко от нового спорткомплекса. Чуть позже Рашид Кемрезов провел прием граждан в здании районной администрации. По большинству вопросов людям была необходима оперативная помощь. Установка пандуса в частном домовладении и специализированное питание для ребенка. Завершение работ по вводу газа. Получение субсидий для многодетной семьи. Поиск решения проблемы с пропавшей крышей. Создание детской игровой территории. По всем вопросам членам правительства были даны соответствующие рекомендации. Великий строитель взял, что-то разобрал, решил отремонтировать, я так понимаю. Управляющая компания, которая там была, их находить. И сейчас сезон дождей, осень сезон. Решение быстро мне предлагать и давайте оперативно решать. Там просто с каждым годом... Оперативно решать, я имею в виду, это решить в этом, этим летом. С каждым годом сейчас, я все прекрасно понимаю, что когда крыша течет, поистемные, сырости, дети, это, ну, конечно, надо делать. Чуть позже глава республики провел двухстороннюю встречу с руководителем Прикубанского района Ахматом Семеновым, в ходе которой обсудил важные вопросы, от которых зависит комфорт и благополучие жителей, социально-экономическое развитие всего района. Рабочая поездка завершилась совещанием по теме прогнозируемого сбора урожая сельхозпроизводителей, а также об оказании им поддержки в связи с периодами подтопления. Артур Махцелебастанов, Вести, Карачаев, Черкесия, Прикубанский район.